Граф, архитектор, меценат, общественный деятель и даже актер. Все это его сиятельство Петр Петрович Шереметьев, потомок того самого Бориса Шереметьева, который первым в России получил графский титул, пожалованный самим Петром Первым и возглавлявший русские войска в Полтавской битве. Я не претендую ни на Останкино, ни на Кусково, ни на фонтанный дом, ни на Михайловское, ни на Остафьево, ни на странно-приимный дом и так далее. Я ни на что на это не претендую. Но сколько мы оставили за собой богатства, хотя бы дали бы квартиру. В Казань Петр Шереметьев приезжал несколько раз в феврале 2000 года. Он участвовал в традиционных шаляпинских чтениях, представлял публике уникальные документы, связанные с именем великого певца. Сколько изменений в городе произошло. Начиная с этого Кремля, начиная с окончанием постройки мечети, город показывает пример тарелландности. Я же русский человек, и для нас, русских, Казани – это святое место. Все знают, сколько мы прожили в веках вместе. Петр Шереметьев – большой друг России. Несмотря на то, что его предки эмигрировали из страны во время революции, много сделал для укрепления связи между Россией и Францией. В Казани Шереметьев, который возглавляет Парижскую консерваторию имени Сергея Рахманинова, встретился со своим коллегой, ректором Казанской консерватории Рубином Абдулиным. Для меня это событие уникальное, событие громадное. Я в восторге, что это произошло, что наши усилия стали благотворными, и что мы, наконец, могли поцеловать эту икону в храме Благовещения. Это при его активном участии из Ватикана в Казань была возвращена икона Казанской Божьей Матери. В 2002 году указом президента России Владимира Путина прямой потомок Александра Суворова и Михаила Кутузова Шереметьев получил российское гражданство. Кстати, среди многочисленных дарований Петра Петровича есть и актерский талант. Он снялся в нескольких фильмах, в том числе в знаменитой ленте «Свет женщины» с Рами Шнайдер и Ивом Монтаном в главных ролях.